Меня зовут Суходоев Алексей, я являюсь членом общего правления, также сейчас в СВЦ после орг структуры могу сказать, что являюсь руководителем отделения распространения, и это отделение как раз-таки отвечает за маркетинг и продажи. Я думаю, что буквально чуть осталось подождать, и будет представлена дорожная карта развития Skyworld Community на 2022 год, и я не исключаю, что инвесторам также для удобства взаимодействия вся организационная структура Skyworld Community также будет представлена. Но не обещаю, что в ближайшее время. Но в любом случае я могу сказать, что сейчас мы отстроились за 2021 год, и все отделения работают действительно как часы. Буквально вот перед вебинаром у меня была утренняя планерка с отделом методологии, и вообще все материалы сейчас у нас будут создаваться через отдел методологии. Он будет расширяться не только касаемо платформы адаптации обучения, высшая лига в Skyworld Community, но и всех других материалов, потому что, естественно, они должны быть максимально эффективными. В первую очередь я хотел бы вас поздравить вживую на своем вебинаре со всеми прошедшими праздниками, наступившим Новым годом. Я думаю, что этот год принесет нам просто массу новостей, потому что на самом деле уже запланированы определенные поездки, несмотря на пандемию, и делегации, в ряде которых я тоже буду принимать участие, так как в принципе это появилось в том числе в логике запущенной ранее системы привлечения трафика с интернет, и я думаю, что и новостей будет в разы больше, и финансового потока для ЗАО «Струнные технологии», которые я сегодня чуть-чуть затрону, и расскажу вообще, в принципе, каким образом в рамках существующей действительности получается вообще выплывать во время пандемии, несмотря на этого просто самого, наверное, черного лебедя, которого можно было представить за два года, жить, здравствовать и развиваться ЗАО «Струнные технологии» и всей группе компаний. Итак, перейдем непосредственно к вебинару. Я буквально быстро пробегусь и скажу для тех, кто только будет присоединяться к нашему вебинару, возможно, еще не в проекте. А те, кто не в проекте, для вас сейчас есть инструмент замечательный, платформа адаптации обучения. Там есть уже запущен в декабре модуль по продажам. Это первая черновая версия, отсмотренная, но черновая, знаете, вот как бывает в крипте, допустим, draft paper, white paper, перед этим есть yellow paper, там разных цветов бумага. Вот у нас это, можно сказать, draft версия, которую не стыдно было уже показать. И те, кто начали выполнять, на самом деле, домашние задания, сейчас мы в усиленном режиме, к сожалению, команда ограничена в человеческих ресурсах. И на данный момент сама Наталья проверяет домашние задания. Все будет проверено, это точно. И будет полная обратная связь для всех, кто проходит эту платформу. Почему проверяет в начале Наталья Иванова сама? Для того, чтобы отладить систему, о которой я расскажу чуть позже. Систему тьюторов, трекеров. Сложные, возможно, иностранные слова, но все я объясню. Самое главное, это система наставничества. Итак, в 2021 году успешно завершился ребрендинг Unisky Stream Technologies Incorporated. Я не раз говорил об этом логотипе, я не раз говорил об этом нейминге, что, в принципе, концепция фирменного стиля, концепция подачи компании на мировом уровне, действительно, соответствующая сейчас международному масштабу, она нам надолго опережает время. Представьте, концепция этого логотипа была сделана и разработана, но еще не утверждена, я думаю, еще задолго до объявления Марком Цукербергом о создании метаверс, о создании мультивселенной. И я могу сказать, вообще, на мой взгляд, прослеживается четко два тренда сейчас в мире. Это виртуальная мультивселенная, и Unisky Stream Technologies – это одна из тех компаний, действительно, стартапов, которые сейчас вырываются вперед в плане создания нового транспорта и совершенно инновационной инфраструктуры, которая нужна в рамках пандемии всему миру. Unisky Stream Technologies как раз-таки представляет реальную мультивселенную, и это мультивселенная технологии, это мультивселенная применения, это мультивселенная совершенно различных отраслей, которая включает в себя продукт, создаваемый Unisky Stream Technologies. Я не уверен, что вот эту тему на этом вебинаре я буду раскрывать, но хотел бы, чтобы наш год начался именно с понимания вот таких вот двух трендов. Если бы мне предложили, к примеру, принимать участие в разработке обложек The Economist, я бы на самом деле вот эти вот два тренда четко бы, по крайней мере, может быть, даже точно на 2023 год определил. Потому что частично нас будут пытаться уводить в виртуальную реальность, потому что вы видите сейчас, что в принципе то, что произошло с пандемией, с таким вот бурным развитием биотехнологии, я имею в виду сферы медицины, вакцинации и так далее, то есть это все биотех, и все это потенциально имеет высокую прибыльность, капитализацию, маржинальность, заработок заинтересованных инвесторов, и должно подкреплять как-то мировую экономику, которая сейчас продолжает дышать на ладо. Год мы как бы прожили, и ничего такого прямо сверх критичного, что обязательно произойдет, я этого ожидаю и продолжаю ожидать. Возможно, в этом году Рэй Далли уже говорит о том, что в принципе наличные деньги – это именно обитель инфляции, и это абсолютно не спасение сейчас. Многие переходят и во всякие NFT-токены, в криптовалюты, естественно, но я все-таки хотел бы четко обозначить, что Unisky Stream Technologies рождает именно тренд реальных инженерных технологий, целой мультивселенной технологии. То есть сколько команд присоединится, сколько стартапов еще родится на основе Unisky Stream Technologies. Поставьте от 1 до 10, как вам эта мысль, именно разделение два тренда, и мы, я думаю, что раскроем на следующих вебинарах эту мысль более серьезно. Я считаю, ну, то есть вы прекрасно знаете, что я никогда, кто на переговорах со мной участвовал, я никогда не убеждаю в плане того, что я знаю прекрасно все техники продаж, но я привожу аналитику, я привожу вот видение именно будущего. На самом деле, вот если бы меня спросили сейчас, а какому навыку обучаться, я бы сказал, либо обучаться навыку инвестора, либо инженера, проектировщика, программиста, маркетолога, все, что мультивселенная, в принципе, вот технологии Unisky Stream Technologies будет, в чем будет нуждаться все больше и больше, естественно, просто засасываться будут ресурсы специалистов, профессионалов. И это мое видение, это мой взгляд, тем более, что Unisky Stream Technologies Incorporated в прошлом году успешно прошла ряд сертификаций, и тоже мы чуть попозже к этому вернемся. Никто не боялся эту сертификацию, это был запланированный процесс, причем Анатолий Эдуардович, генеральный конструктор группы компаний и, в первую очередь, ЗАО «Струнные технологии», четко понимал, какие требования нужно соблюдать. Многочисленные делегации были, контейнерные перевозки, пускай пока что в усеченном масштабе были продемонстрированы, но, опять же, четко понятно, как это построить в реальном масштабе по потребностям текущего грузового рынка уже в условиях пандемии. Я вам могу сказать, что ни одна компания, которая не развивается сейчас на стадии стартапа в области контейнерных перевозок, а я смотрел, я рыл действительно, и никто за время пандемии таких вот инновационных решений, роботизированных контейнерных перевозок абсолютно не предложил. И представьте, какой потенциал получать продукт и инвестировать с нашей стороны в тот продукт, который уже адаптирован под пандемию. Производители различных грузовиков и так далее, то есть они не могут быстро перестроиться. Решение, какое может быть, это сделать беспилотным управление грузовиков. Такая инфраструктура просто в мире не готова. То есть здесь нужно некое решение, которое создано с нуля, спроектировано с нуля. И это как раз-таки Unisky Stream Technologies. Команда развивается и только пополняется специалистами. Я скоро буду также сопровождать и делегацию, и по высшей лиге у нас тренера выиграли промоушен и поедут, будут присутствовать в Шарже, увидят все вживую. Ну и ключевые тоже участники платформы адаптации обучения для того, чтобы и они свой инвестиционный ресурсный потенциал тоже приоткрыли. Потому что я могу сказать, он в них очень мощный. И эти люди, профессионалы, которых я подобрал, они состоят в самых различных бизнес-сообществах. То есть была проведена сертификация ТЮВ, то есть это сертификат соответствует качество. И также был получен сертификат и новый, то есть это ISO 9001-2015. То есть это все позволяет вообще реализовать в 2022 году в полной мере то, что сказал нам в логике интервью генеральный конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович. Я в первую очередь на своем вебинаре в новом году хотел бы вам раскрыть, и меня просто очень сильно промотивировало это интервью. Я с удовольствием записывал тезисы. Вы знаете, что выступление, видеоблог Анатолия Эдуардовича, я тезисирую не все. Я тезисирую именно такие вот главные вещи, которые являются именно такими этапами дорожной карты на 2022 год, раскрывают многие вещи. И сегодня я хотел бы поделиться этим взглядом. Итак, давайте переходить. И в первую очередь я хотел бы сбросить ссылку для тех, кто не посмотрел, но многие меня просят, и поэтому я именно свой взгляд буду доносить в раскрытии каждого из тезисов. Пожалуйста, вот ссылка, и вы можете потом самостоятельно просмотреть интервью. Это достаточно продолжительное интервью, мы сегодня его все не рассмотрим, только чуть больше половины. Дойдем до момента, когда Анатолий Эдуардович говорил о сертификации. И потом постепенно, потому что я хотел бы, чтобы каждый из вас, кто слушает на русском языке, кто слушает на иностранном языке, чтобы мне удалось именно вам переместить в головы то видение и те мысли, которые мне пришли в голову, когда я смотрел это интервью. Потому что это мощнейшее интервью, я могу сказать, в 2021 году это лучшее интервью, которое слушал Анатолий Эдуардович, даже, пускай он меня простит, видеоблог чуть-чуть проигрывал, потому что здесь настолько конкретика, здесь настолько открыто, здесь настолько прозрачность, честность, искренность основателя, технологии, генерального конструктора. И я могу сказать, что вообще вот в китайских компаниях, либо в каких-то других компаниях, даже вот сейчас OpenSea, например, выходит на IPO. Да, сейчас начинает собирать локации через различные юридические схемы, но локации это частями можно инвестировать в составе какого-то сообщества инвестиционного. И я могу сказать, там открытости такой честности нет. Ну, хотите инвестируйте, хотите нет. Вот как бы NFT-токены в крипте развиваются, ну, в теории может выстрелить, а может и нет. А может будет, как с проектом Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, когда все инвесторы просто попали под жесткое-жесткое бритье, не побоюсь этого слова, хомяков. Здесь же Анатолий Эдуардович действительно беседует с аудиторией, и в первую очередь с нами, со всеми, с инвесторами. Давайте перейдем. Первый тезис. Я обещал, что в этом году у нас будут подписаны контракты. Это обещание мы выполнили. Могу сказать, что мы подписали 4 контракта. Здесь я чуть-чуть приостановлюсь. И неоднократно Анатолий Эдуардович на прошлых экофестах, он же знал, он понимал еще тогда, что в проработке находятся определенные предконтракты. То есть это некие соглашения, некие договоренности. И эта проработка, она завершилась в логике подписания 4 контрактов. Естественно, не будут названы ни страны, ни лица, с кем это подписано, потому что установлено жесткое соглашение, не разглашение конфиденциальной информации. Но уже за эти контракты платят деньги, заплатили деньги. И первое, что надо сделать, это бизнес-план и предпроектные исследования. То есть feasibility study, если говорить на иностранном языке. И здесь я хотел бы отметить, что в принципе, чтобы сделать подобные заявления, нужно понимать, что эти контракты, да, вот они оплачены, они будут исполнены. И еще с одной трудностью столкнулась компания в 2021-2020, когда в принципе пандемия началась. Вообще залу струнные технологии – это компания именно уровня среднего бизнеса. И многие компании среднего бизнеса, в том числе и подрядчики, в том числе поставщики металлопроката, металлоконструкций, различных стальных конструкций, они, к сожалению, обанкротились, закрылись многие, тем более, что многие находятся в Европе. А сейчас ситуация такая, что наш действительно такой вот объединенный мир до пандемии планеты Земля, его разделили. То есть я сейчас не могу попасть в Европу по определенным причинам. Ну, могу попасть, но действий, естественно, я некоторых не хочу совершать по своим соображениям. И, естественно, тут остается выбор, либо совершить эти действия и без проблем перемещаться, либо все-таки мир разделяется. То есть и это коснулось также и подрядчиков, потому что далеко не все желают совершать действия, которые их принуждают по какой-либо причине. У нас вебинар не какой-то там около, даже не знаю, какую тематику назвать, поэтому мы такими абстрактными понятиями будем здесь оперировать. Но думаю, что каждый из вас понял, что я имею в виду. Поняли же, напишите, да нет. И подрядчики многие просто не смогли взаимодействовать и не выжили в этой ситуации. То есть просто прилететь, переговорить стало сложно. И, естественно, какие-то поставки, например, мы видим, что, ну, я это говорю прошлым, именно взглядом на прошлое, потому что то, что сейчас я не видел в Шарже. Но когда я там был, еще не были натянуты струны на грузовую конструкцию. И на самом деле на грузовую путевую структуру. И на самом деле причина этому в том числе и задержки, и банкротство некоторых поставщиков. То есть это отсрочило вообще вот на год, на полтора года как минимум. И, повторюсь, многие компании в рамках этого просто погибают, закрываются, берут кредиты, не могут возвратить кредиты. Здесь же компания избавилась от своего балласта, наоборот. И Анатолий Эдуардович не раз говорил, что, в принципе, оптимизировали по коллективу очень много. И это и наша с вами тоже защитная составляющая. То, что сейчас мы привлекаем как финансово-социальная платформа SkyWorld Community, то, что RSW привлекаются, это все расходуется по назначению. То есть нет тех людей, которые просто так получают зарплату. Все получают зарплату конструктора, проектировщики за конкретно выполненную работу. Кто не был нужен, в этом плане такая вот благодарность пандемии, то, что эффект самоочищения произошел. И, естественно, кораблю сейчас большому под названием группа компаний и Unisky Stream Technologies намного проще плыть, как выразился Анатолий Эдуардович, что если мелкие ракушки даже к корпусу корабля прилипают, то возникает сопротивление кораблю сложнее плыть. То есть вот четыре контракта, они были подписаны. Все, кто будет говорить, что что-то планируется к подписанию, вот только разговоры и так далее. Дорогие друзья, коллеги, контракты эти подписаны. Первые стадии уже пошли, за них платятся. И те средства, которые будут поступать в зал струнные технологии, они будут видны через аудит. И есть договор с заказчиками, что заказчики сами хотели бы объявить об этих проектах. Ну, как я сказал, что подписан договор о конфиденциальности. Еще нюанс тоже, который я сразу отметил. И это максимально вообще, вот, с точки зрения видения Анатолия Эдуардовича, ну, долгосрочно и дальновидно. Что я могу сказать, это он говорил, эти проекты в нескольких странах не в одной стране. Это есть и в Азии, и в арабских странах, и на Евразийском континенте. Ну, в арабских странах мы с вами можем догадаться. И то, возможно, это не все страны. Контрактов-то четыре, а направление названо три. И по Азии я могу только иметь представление по поводу проделанной ранней работы. То есть, может быть, это Индия, может быть, это Индонезия, может быть, это Филиппины, Азия большая, а может быть, это Таиланд, тоже в Таиланд выезжали, участвовали в конференции. Никто не знает, и я не знаю. И мне, как инвестору, на самом деле это не важно. Главное то, что подписаны эти четыре контракта. На Евразийском континенте, вы понимаете, здесь разброс стран вообще, и по Skyworld Community велась работа определенная. Но то, что разные направления, это замечательно. Это сразу продемонстрирует и родит потенциальный сетевой эффект вереницы будущих адресных проектов. Сетевой не от слова «сетевик» или «сеть», «электросеть», а от слова «нет», «нет» английское, как родился интернет. То есть это много-много последующих действий от одного какого-то обстоятельства. И этим обстоятельством может быть как раз-таки заключение первого адресного проекта. В Азии пойдет вереница, первого проекта в Арабских Эмиратах, либо первых проектов. И, естественно, от этого пойдет вереница проекта. И не раз я общался с топ-менеджментом, и многие говорят, что как только начнет даже строиться, еще не будет достроен проект, многие захотят уже перейти на стадию feasibility stage, и разработать бизнес-план, потому что начнется соревнование. Мы не знаем, в каком мире на тот момент мы будем жить с условием того, что произошло за два года. И здесь очень важный момент, что, казалось бы, нагрузка вообще вот в принципе сейчас лежит только на наших инвесторских плечах. Но многие не знают и не понимают, и я хотел бы это разъяснить, и это все видно будет в аудите, и видно в прошлые годы, что Анатолий Эдуардович, под руководством Анатолия Эдуардовича запускаются различные направления, которые также финансируют, держат на плаву компанию. И он не раз говорил, что в принципе от тех структур, объединений, которые сложились в фондах, недофинансирование поступает. И естественно, Юницкий здесь сложа руки сидеть не собирается, у него есть огромный опыт запуска предприятий, создания изобретений еще во времена СССР. И здесь с нуля были отстроены многочисленные конструкторские бюро, целая создана научная школа, по которой сейчас взращиваются и вновь приходящие сотрудники, и уже зарабатываются деньги. Тут также цитата, что мы и раньше, и сейчас зарабатываем деньги. У нас есть мощное производство, поэтому уже давно получаем заказы со сторонних предприятий, с разных стран, с оборонки и так далее. И здесь уже раскрывается информация, в логике которой когда-то будет в будущем, в ближайшем, раскрытая информация и об адресных проектах, когда время настанет. Потому что эта информация держалась в секрете. Я о ней лично не знал. Я видел Юнимобиль, я видел то, как он представлялся на Экофесте. И затрат на создание Юнимобиль, ну это знаете, это такое факультативное занятие с условием уровня и профессионализма работников с условием оптимизации всех расходов в рамках, ну, наверное, одной из лучших в мире вообще организационных структур в плане инженерно-конструкторского проектного предприятия. И был создан Юнимобиль. Кто-то из заказчиков, название и имя этого заказчика, естественно, не будет раскрываться, кто-то увидел и заказал электромобиль. Потому что в России некая компания его спроектировала, но не смогла сделать. То есть придумали, но с реализацией не всегда все хорошо. И спроектировал это серьезный автопроизводитель. И сразу после изготовления, то есть команда зао-струнные технологии изготовила этот электромобиль, были получены отличные результаты. Заказчик не ожидал такого вообще вот уровня и качества, которое было продемонстрировано. И изделие, которое было изготовлено, ну, так скажем, на сторону, но это такое посредованное понятие, на сторону от создания Юнибусов, Юникаров. Но на сторону ли, если это дополнительная финансовая подушка для финансирования. Потому что, ну, сейчас уже разрослось достаточно научно-производственное конструкторское предприятие. Также вот чуть попозже мы пообщаемся насчет уже группы компаний. Это все нужно финансировать, и стартап разрастается. Да я это все даже вот сейчас вижу по направлению, такое вот маленькое сравнение платформы адаптации обучения. Начиналось все с нескольких людей, уже это фактически 10 людей, и многие из них управленцы, топ-менеджеры в логике онлайн обучения и образования. Естественно, это все нужно поддерживать и в идеале выводить на самоокупаемость. Это вот такая вот аналогия. И я могу сказать, что в ближайшем будущем для русскоговорящих, как только будет это все подготовлено в логике IT, у нас, к сожалению, тоже ограниченные ресурсы по IT. И вот единственная причина, почему мы еще не закрыли, не сделали в логике комбинированного пакета тот модуль даже, но он, я считаю, очень ценный, и он выверенный в применении к нашему продукту именно Skyworld Community по продажам, мы закроем бесплатный вход и войти можно будет только инвестируя в этот комбинированный пакет. Почему? Потому что, естественно, я как управленец желаю, чтобы это направление самоокупалось. И это нормально. Любое направление, которое запускается внутри группы компаний, должно самоокупаться. Самое главное направление, которое, в принципе, инициировал Юницкий Анатолий Эдуардович, это в первую очередь вывод на коммерческий рынок струнных технологий, куда мы и инвестируем. Но для поддержки рождается сопутствующее направление. И, естественно, я привожу тут цитату Анатолия Эдуардовича, это позволяет финансировать нашу технологию, поддерживать коллектив, платить зарплату, добавливать себя, помимо достаточно крупных, да, инвестиций, но и стартап тоже разрастается от социально-финансовой платформы SkyWorld Community. Также Анатолий Эдуардович приоткрыл завесу тайны. Для меня это было новостями. Это можно было как-то проследить, проанализировать через аудит, потому что все движение финансовых потоков можно отследить то, что проаудировано. Но все же я узнал, что Анатолий Эдуардович сказал, что есть крупное проектное управление. Проектируется здание и сооружение. ЗАО – главный исполнитель. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, не стоит удивляться, что, в принципе, почему и зачем строились такие вот как бы тестовые эко-дома на Марьиной горке. Опять же, кто-то увидел, кому-то понравилось. Если бы занимались только этим направлением, то я думаю, что капитализация бы уже настала. Но тогда бы капитализация ЗАО «Струнные технологии» переносилась бы по срокам. А это самый крупный бизнес потенциальный, который может быть создан сегодня. Это цитата уже Анатолий Эдуардович, который создавался вообще за всю историю человечества. Тут это только он претендует на такие слова, я просто цитирую. Но самый крупный бизнес в условиях пандемии я здесь могу подтвердить абсолютно. И здесь Анатолий Эдуардович говорит, что мы же не можем только деньги инвесторов использовать. Вот представьте, основатель компании где-нибудь на собрании акционеров говорит такие вещи. Ну, я не слышал таких вещей. Обычно, когда компания выходит на финансирование, на инвестиции, с инвесторами немножко по-другому ведут себя. Здесь же Анатолий Эдуардович говорит, что мы же не можем только деньги инвесторов использовать. Они же тоже не могут бесконечно финансировать. И в то же время это форс-мажор. Тоже знал два года назад, что будет твориться сегодня. Это безумие. Мы в этом безумии выжили, развиваемся, совершенствуемся и даже растем. И это абсолютная правда. Потому что в этом безумии достроить и запустить трассу даже на 800 метров, ну, это это просто, во-первых, какое-то инженерное технологическое чудо, а во-вторых, это чудеса оптимизации и менеджмента. И в том числе строить грузовую, тяжелую трассу, в том числе проектировать следующие машины, в том числе делать бизнес-планы, предпроектные исследования. И также в группе компаний есть строительная компания своя. Она уже получает заказы. Естественно, эти заказы оплачиваются. И есть компании, входящие в группу компаний, которые получают стороннее финансирование за счет получения заказов. Эти заказы также оплачиваются, и все это позволяет держаться на плаву. Потому что, ну, для чего вот мы делаем вообще, опять же, вернусь к своей стратегии, которая была только в голове, здесь в идее. Да и сейчас я могу сказать, только-только начинается то, для чего запускалась платформа адаптации обучения Высшая Лига SkyWorld Community. это в первую очередь для того, чтобы в принципе мы, как инвестор, слой инвесторов в этой большой истории были максимально профессиональными, привлекали максимально большие чеки, что будет хорошо и для нас, и, естественно, для группы компаний. Главное достижение, что был сертифицирован как комплекс вся инфраструктура струнных технологий, то есть путевая структура, подвижной состав, ну, к этому еще Анатолий Эдуардович сказал, что в интервью вернется, и он вернулся потом. Мы о сертификации, о подобном пообщаемся уже на следующем вебинаре, и здесь он открыто опять же говорит, что в группу компаний входят и другие компании. Три компании находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Почему? Объясню. На самом деле многие делегации, которые приезжают сейчас в Шаржу, они спрашивают, а где у вас вообще находится, как вы это создали, кто вам это спроектировал, вообще это как возможно в условиях пандемии, это, в принципе, инновационное технологическое чудо. Пожалуйста, приезжайте в Республику Беларусь, а где это, где это страна вообще, это где-то за Уралом, в Сибири, и то есть иностранцы достаточно образованные, квалифицированные, просто не имеют понятия о такой стране, как Беларусь, если они не имеют понятия, у них будут опасения и риски в голове, а вообще стоит ли туда ехать. Ну, а о Минске, они, как столице Республики Беларусь, тоже не все знают абсолютно, и что уж говорить про Марину Горку, то есть сравните, Марина Горка и Шаржа. Марина Горка еще раз, наверное, раз в 50-е, может быть, даже в 100-е, я сравниваю это именно с лабораторией, с гаражом Джобса, то есть это большой тестовый центр, который именно испытывает технологию циклонагружения, происходит каждый день, каждый час, также испытываются другие направления в качестве биогумуса, и также были построены эко-дома для того, чтобы смотреть, как эта система будет работать, когда фактически канализации нет. все это делается в рамках программы Экомир, то есть это, если в гараже Джобса нужно было помещение для того, чтобы собирать микросхемы, то для создания новой транспортной инфраструктуры и совершенно новой отрасли, естественно, гаражом здесь не ограничишься. Поэтому такое вот тоже технологическое чудо в Республике Беларусь было создано, но это закрытая лаборатория, в которую просто так не попасть, и там как раз создаются идеальные уже для адресных проектов подвижные составы, станции, стрелочные переводы и вся инфраструктура. Поэтому, естественно, центр продаж, он должен быть в стране, которая общепризнана, которую все знают, Арабские Эмираты и Дубай все знают, леса Шаржу. Может быть, не все туристы знают, но все бизнес-сообщество уже знает, потому что в Шарже находится американский университет и вообще парк технологий при американском университете Шарже. И, естественно, этот резонанс уже давно прошел по всему миру. И почему в Арабских Эмиратах также три компании сделаны не только из-за позиционирования, не только из-за международной репутации, уровня и респектабельности вообще к этому региону, но есть совершенно другая налоговая политика. То есть есть свободные экономические зоны, есть абсолютно законная оптимизация по будущим дивидендам. И совсем недавно была открыта в Арабских Эмиратах компания, которая занимается маркетингом и продажем. То есть фактически это офис продаж международный. И это замечательно, потому что так и должно быть, когда в принципе опять же с Джобсом если сравнивать, ну хорошо не с Джобсом, давайте сравним с Яндексом либо с Гуглом. И вы же понимаете, что далеко не в супер-офисах, а где-то может быть в общинах, в квартирах, программисты все это кодили, испытывали. Ну а потом для того, чтобы продавать этот продукт нужно было создать действительно респектабельный офис. Так в принципе привлекаются заказчики в том числе. И этот респектабельный офис в представлении именно на территории Арабских Эмиратов имеется уже точно и создана компания маркетинговая в логике офиса продаж Unisky Stream Technologies. И действительно многие со скепсисом приезжают и в Шаржу. Почему? Потому что на самом деле у меня были намного большие ожидания от того, что увижу на экспорт 2021 я не увидел я повторюсь я не увидел какого-то обилия инноваций. Я не увидел реальности то, что может подкрепить экономику и изменить мир. И я не исключаю, что те компании, которые на стадии стартапа может быть даже в качестве медицины, в качестве каких-то инновационных материалов они находятся на стадии стартапа. Им не стоит сейчас тратить десятки миллионов долларов по логике вещей для того, чтобы быть представленным на экспорт. Поэтому возможно я не увидел инновации, а может быть вообще их в мире мало. То, что действительно может родить новую отрасль, как когда-то родилась отрасль железных дорог, судостроение, строительство небоскребов. заводов по переплавке металла, то есть металлопроизводство и так далее и тому подобное, что рождало за себя, что вело за собой рождение новых отраслей, которые раньше вообще нельзя было представить. говорить об интернете. Кстати, поэтому на самом деле и говорят сейчас о мультивселенной, виртуальной реальности, потому что предполагают, что это будет некий децентрализованный интернет и мы сможем прокатиться, как когда-то был бунт даткомов, то есть когда IT-сфера развивалась, появлялись первые сайты и появилась многочисленная обилие компании, которые взлетели и упали. То же самое будет с мультивселенной. На самом деле все этого ждут и ждут, чтобы после этого был свет в конце туннеля и экономика восстановилась и всем хорошо. Но не факт, что так будет, потому что это будет все-таки искусственная технология и в принципе изменение вообще стиля жизни человека, что я не особо поддерживаю. Например, в инстаграме я четко высказал, что я не поддерживаю, не особо нравится, когда с робопсами прогуливаются люди. Если есть обычные псы, зачем это делать? И в принципе зачем уходить полностью в виртуальную реальность строить дома, бизнесы, проекты какие-то, если это можно реализовывать и есть на той технологии еще в реальности. И те, кто скептично относятся, они думают, что там фанерка какая-то, как выражается Анатолий Эдуардович, что-то там спроектировали, что-то там подвесили, как-то передвигаются. Когда они приезжают, смотрят на территорию технопарка шаржи, они заходят со скепсисом и выходят с полным удивлением, воодушевлением и восхищением качеством работы. Я могу сказать, что даже вот среди тех управленцев и опять же участников различных бизнес-сообществ я узнал, что пошла молва, что среди крупных предпринимателей российского масштаба, которые зарабатывают некоторых оборот компаний больше миллиарда, что есть в Шарже крутой технопарк, который обязательно стоит посетить и задуматься насчет инвестиций в эту компанию. Я вам передаю дословно то, что я услышал. Поэтому я не исключаю, что много именно бизнес-делегаций предпринимателей будет формироваться в 2022 году, потому что как только естественно будут объявлены проекты, все будет открыто, информация будет открыта, то вы же понимаете, инвестиции могут прийти сразу быстро. Я никогда не буду говорить в своих вебинарах про закрытие корневой компании и так далее. Это не про меня. Я не тот спикер. И никто не сможет это вырезать, потому что я про это не говорю. Но то, что при объявлении проекта, при переходе на конкретную уже осязаемую стадию инвестиции могут ускориться значительно, это факт абсолютно. Еще нюансы тоже с интервью. Например, первый космонавт Бразилии, он сейчас министр инноваций Бразилии. Там были другие члены правительственной делегации, они были восхищением. Пообщались и по космической программе. Космос тоже привлекает к нам инвесторов и заказчиков. Здесь я тоже скажу свое мнение, что меня привлекает как специалиста высокого уровня. И многие меня компании, в том числе технологические, в том числе в транспорте пытались переманить. Я отказываюсь. Во-первых, я фанат того дела, которое мы развиваем и верю действительно, что это может поменять мир. А во-вторых, у этих компаний нет такой широкой дорожной карты, которая есть у лично Анатолия Эдуардовича и у группы компаний в целом. То есть это начало развития струнный транспорт. Что касается ближайшей перспективы, это городские грузовые пассажирские перевозки, в том числе тяжелые. Потом уже это соответственно высокоскоростные перевозки, причем высокоскоростной модуль уже продемонстрирован. Уже в принципе конкуренты, которые даже сейчас или год назад начнут пытаться догонять, не догонят, потому что это машина высочайшей сложности. Это в принципе как спроектировать самолет. Мало самолет спроектировать, нужно, чтобы он летал и нужно, чтобы он перемещался и летал безопасно на высоких скоростях с отличной аэродинамикой. Это уже в логике подвижного состава было сделано. И опять же лаборатории на Мариной горке, большой технологической лаборатории с более чем семи тестовыми участками эти испытания происходят. Просто нам это в открытую не показывают и никому не показывают, так как это закрытая конфиденциальная секретная информация, которая оберегает наши инвестиции. Потом будет гиперскоростной транспорт. Также Анатолий Эдуардович говорил о концепции линейных городов. здесь понимаете, что Саудовская Аравия, Neom, Bitcoin City от Сальвадора и также Эйкон планировал, рэпер южноафриканский, если не ошибаюсь, строить линейный город. О линейных городах, говорят, спроектировать, опять же, пример электромобиль, спроектировать можно, воплотить сложно. И могут ли воплотить вообще многие компании. На примере электромобиля я могу сказать, что вот это направление ЗАО струнной технологии воплотило. И под руководством Анатолия Эдуардовича я не исключаю, что будет собрана абсолютно достойная международная команда, чтобы воплощать проект линейного города. также про биотех технологии сельскохозяйственного, которые, на мой взгляд, также можно связать с блокчейн индустрией. Я изучаю эти проекты и будет время тем людям, с которыми можно будет коммуницировать насчет этого Uniscaste Technologies, я обязательно дам свою рекомендацию и консультацию. Далее, естественно, это вообще, в принципе, кластеры более мелкого масштаба, то есть умные эко-деревни, ну и, естественно, GUMUS. GUMUS – это разработка, в принципе, которой нет равных сейчас в мире. И тоже эта информация в закрытом режиме, никто не знает, на каком уровне сейчас GUMUS. Возможно, компания об этом как-то объявит, а может быть и будет даже что-то предложено. Но сейчас это в рамках космической конференции можно что-то посмотреть, что было объявлено по исследованию GUMUS. Больше информации нет, она вся внутри лаборатории на Мариной Горке, и получить ее как-то нельзя. Она защищена, это интеллектуальная собственность. Группы компаний и будущая капитализация. Ну и, естественно, переход на космическую программу. А кто вообще читал программу Экомир, мой один из самых любимых документов знает, что там есть подэтапы создания автономной электростанции, и причем это малая модель части общепланетарного транспортного средства, которое может применяться в логике окупаемости полной, ну и многое-многое другое, экваториальный линейный город. Покажите мне компанию, у которой есть такая дорожная карта. Это планка, которая просто вообще действительно sky level, space level, то есть выше, я не знаю, куда выше, может быть, организовывать флотилию, лететь куда-то исследовать другие планеты, но это противоречит логики идеологии Юницкого, то есть Анатолий Эдуардович, и тут я абсолютно поддерживаю, так же, как я не стал бы гулять с робопсом, я не поддерживаю, чтобы лететь на другие планеты, если можно восстановить нашу планету. И на самом деле многие говорят вообще о тренде экологических технологий, что это вообще с точки зрения инвестиционной привлекательности вообще сверх привлекательной в ближайшем будущем, как только вот спадет вот этот напряг и истерия по поводу пандемии. Поживем, увидим. И Анатолий Эдуардович сказал, что не каждая академия наук может похвастаться таким качеством работы, таким качеством издания. Мы можем приобрести книжку «Инженер» прочитать о пути. струнные дороги на Земле и в космосе, издания по поводу конференции по неракетному освоению ближнего космоса, там масса информации, и вообще вот в принципе есть такие сведения, легенда, я не знаю насколько это проверенная информация, но мне это было интересно узнать, что Илон Маск в детстве читал советскую научную литературу. А как раз таки еще в журнале «Техника молодежи» Анатолий Эдуардович опубликовал про гиперскоростной транспорт. Совпадение ли? Каждый ответит для себя сам. То есть космос это максимально высокий план с точки зрения инженерии, с точки зрения позиционирования дорожной карты проекта, с точки зрения привлекательности интереса, с точки зрения растущей инвестиционной привлекательности. кто считает по-другому поставьте в чате минус. Таких делегаций вообще как Бразилия были десятки в уходящем году и в следующем году Анатолий Эдуардович сказал будет еще больше. И немножко об экспо поговорим, то есть многие спрашивали и можете мне сколько угодно писать, спрашивать, я не знаю вот сейчас на экспо на белорусском павильоне есть стенд, то что он был точно знаю, есть доказательства, но Анатолий Эдуардович приоткрыл тоже завесу тайны, что была возможность вообще без проблем, никто там не ограничивал ничего, не запрещал, не с точки зрения репутации, как кто-то раздувает что не пустили, нет, это просто стоят 10 миллионов долларов, то есть естественно в планах не просто там какой-то как вот хайперлуп, просто некий макет для фоток, для селфи, нет, с этим вообще лучше не выставляться и в принципе даже вот в этой логике максимально оптимизированный был представлен стенд на белорусском павильоне, который там некоторое время находился, может быть и находится опять же я не знаю и была идея построить целую мини-трассу для демонстрации полной демонстрации вообще возможности технологии струнного транспорта но это стоит больше 10 миллионов долларов что лучше построить там трассу или все-таки спроектировать и построить грузовую и пассажирскую тяжелую трассу на территории парка в Шарже естественно второе потому что это уже прямая дорога к адресным проектам и тут Анатолий Эдуардович правильно сделал что отказался потому что фактически все важные делегации знают о существовании парка в Шарже и туда едут этому пример и сведения от тех многочисленных делегаций которых будет еще больше и на самом деле до марта я думаю будут с экспо ехать делегации заинтересованные это стратегический ход и все прекрасно понимают те кто посещает экспо что в Шарже есть нечто интересное и это нужно увидеть более того это может быть влиятельным элементом на экономику развивающихся стран которые которым тяжело во время пандемии Анатолий Эдуардович также сказал что в группе компаний сейчас состоят только те компании которые занимаются проектированием изготовлением строительством исследованием наукой в области струнных технологий но не привлечения инвестиций и тут я вам четко скажу что да мы как Skyworld комьюнити совершенно отдельная структура мы связаны с точки зрения идеи с точки зрения видения но с точки зрения организационных процессов организационной структуры юридической схемы мы совершенно разные структуры как и RSW в принципе и это хорошо так как не очень положительная практика мешать научно-производственную деятельность и привлечение инвестиций тем более в логике того отдела если говорить терминами организационной структуры такого международного мирового масштаба я могу это говорить так как шестимесячное обучение фактически более шести месяцев с очень сложными заданиями интересными прошел в прошлом году по организационной структуре и у нас по сути сейчас выстроен в таком раздутом мутировавшем составе но это хорошо потому что это в принципе позволило развиваться отдел работы с представителями в обычных компаниях есть еще отдел продаж я могу вам сказать честно и открыто что мы как skyworld комьюнити также сейчас работаем над подготовкой создания отдельного отдела продаж который не будет зависеть от настроения какого-то примеру лидера который будет работать по четким мотивационным показателям ключевым показателям и не исключая что может быть даже кто-то из вас дорогие слушатели зрители будет работать в этом отделе он будет работать на всех языках я планирую это запустить в 2022 году зачем для того чтобы иметь дополнительное подспорье максимально замотивированных ребят которые будут плохой пример но я люблю этот фильм Walk Soul Street действительно создавать нарастающий инвестиционный поток потому что естественно мы как Sky World Community хотим закрыть максимально возможное количество инвестиций в Unisky Stream Technologies кстати тоже я могу сказать что сейчас обучаюсь и трейдингу активно для того чтобы потом понимать стратегию как выстраивать вообще поведенческую модель коллективного инвестора для того чтобы знаете как есть большая рыба акула вот такие рыбы есть тоже в инвестиционном рынке манипуляторы и Виктор Тарасов ранее наш партнер специалист по трейдингу вам рассказывал лучше обучиться этим всем технологиям паттерном кстати поставьте плюс кто желал бы чтобы на нашей платформе адаптации обучения в 2022 году появились хорошие курсы по трейдингу действительно от практиков но и мы соответственно это все максимально масштабировали на другие страны для чего я это изучаю для того чтобы формировать стратегию повторюсь коллективного инвестора который с помощью которой и естественно далеко не только я это буду формировать и предлагать с помощью которой мы сможем как такой вот коллективный инвестор Unisky Stream Technologies играть на хотя бы немного равных ролях с манипуляторами рынка потому что манипуляторов рынка достаточно много средств и оборотка у них приличная для того чтобы давать отпор тем кто ну настанут такие времена когда будет вырастать цена все думают ой как круто цена выросла акции когда вот уже обязательства будут преобразованы в акции продаю продал а потом через месяц смотрят бам цена еще вверх пошла тем более при такой дорожной карте которую формирует сейчас Unisky всем говорит об этом и при той возможной веренице вере адресных проектов которые могут родиться всего лишь от этих четырех уже заключенных контрактов то есть вот стоит понимать четко позиционирование да мы как Skyworld комьюнити абсолютно разные структуры не нужно говорить того что мы что-то строим я лично ничего не строю я выстраиваю как бы систему стратегию для увеличения привлечения инвестиций для реализации технологии Unisky я ничего не проектирую я более того даже блокчейн направление ну максимум оказываю какие-то консультации и никто из вас ничего не строит ничего не создает в плане технологий мы финансируем мы инвесторы и это немало могу сказать и также я хотел бы остановиться на этом очень серьезно так как у нас будет свое позиционирование выстраиваться как Skyworld комьюнити в 2022 году сейчас подбирается отдел именно Public Relations то есть у нас такого отделения никогда не могло быть так как в принципе наша стратегия зависела от видения головной компании сейчас мы полностью самостоятельная организационная структура и естественно позиционирование мы также будем выстраивать самостоятельно все вы это увидите я думаю что Евгений Кудряшов вам часть дорожной карты Skyworld комьюнити расскажет и поверьте мне на слово теми продуктами которые мы дополнительно будем внедрять вы будете приятно удивлены и замотивированы и Анатолий Эдуардович сказал что лучше быстрее качественнее и дешевле а не дороже вот такой подход у Зао струнные технологии и здесь опять же я выделил это цитата дорогие друзья то есть этих слов не вырубишь никак не топором ничего это идет из души человека потому что он чувствует обязательства он чувствует то что вы думаете Анатолий Эдуардович не желает вернуть всем инвестиции и спокойно ну окупить инвестиции и спокойно без моральных обязательств дальше развивать мирового масштаба бизнес конечно желает он говорит это же мои обязательства перед инвестором инвесторы мне поверили это Анатолий Эдуардович создатель основатель технологии говорит если мы облажаемся этот статок и не так сделаем это вот он говорит конструкторам проектировщикам обычно то вы уйдете то есть вот команда да может уйдет он никуда не уйдет он несет за это ответственность поэтому просто он говорит делайте как он говорит в том числе я сталкиваюсь с этим постоянно когда ну какие-то предложения в логике блокчейн направления здесь я соглашусь что Анатолий Эдуардович четкое понятное видение делать экосистему блокчейн технологии для того чтобы она потом работала на основе своей именно резервной единицы то есть если говорить в тематике криптомира это стеблкоин но естественно это не быстро будет создаваться и начнется все с готовящейся схемы security токен offer и я могу сказать что скорее всего в этом году мы увидим уже серьезные маркетинговые подвижки на данный момент стадия получения всех необходимых лицензий потому что ну это не скам это не пирамида это не какие-то фиктивные лицензии либо лицензии которые не подходят под деятельности кто-то может это не увидеть вначале хорошо но потом это всплывет поэтому это такой достаточно небыстрый процесс но то что процесс идет я это знаю точно и довожу до вас по любым проектам которые мы будем делать за заказ деньги поступят в зал струнные технологии то есть за заказ имеется ввиду по проектированию по созданию новых подвижных составов и так далее но тоже четко из вас каждый должен понимать что дивиденды будут оплачиваться другой компании которая входит в группу компаний та которая собственно будет заказывать заниматься маркетингом которая будет аккумулировать деньги которые не заберут не обложат налогами которые можно будет заплатить в любую страну любому инвестору без проблем то есть сейчас в принципе головная компания действует по логике максимальной оптимизации в том числе и будущей выплаты дивидендов то есть уже об этом думают для того чтобы инвестору было комфортно чтобы не было дополнительного отщипывания ненужного от дивидендов ну какая компания об этом думает на самом деле то есть такой многогранности стартапа нужно на самом деле еще и поискать есть три компании в арабских эмиратах поэтому не все видно в аудите зала струнные технологии что происходит в группе компаний естественно каждая страна проходит аудит в той стране которая она есть то есть в арабских эмиратах компании проходит свой аудит все открыто прозрачно и опять же по другому не может быть с учетом того кстати напомню на минуточку что готовится мощнейший документ по позиционированию на сотне страниц который будет отвечать на юридические технические вопросы не нами готовят Skyworld Community а Unisky Stream Technologies я думаю что это будет мощнейшее подспорье для привлечения действительно крупных инвестиций и выплата дивидендов не зависит от того когда зала струнные технологии выйдет на самоокупаемость а за счет проекта и здесь я могу сказать что да это распространенная ситуация когда компания убыточная но Анатолий Эдуардович тут в интервью говорит что но такой ситуации фактически не может быть и это самый пессимистичный для примера просто ситуация естественно зала струнные технологии не будет убыточной но дивиденды вот именно капитализация компании для инвестора будет осуществляться за счет проекта за счет каждого проекта который будет заключаться и он говорит генеральный конструктор мы реализовываем проекты по всему миру есть компании которые эти проекты продают естественно они должны платить дивиденды со своей прибыли надо быть там опять же повторяю где нет налога на прибыль где от себя добавлю свободные экономические зоны и опять же про инвесторы ну можно было один раз сказать это было достаточно и было бы это понятно но опять же я вижу что это идет ну просто потому что Анатолий Эдуардович хочет об этом говорить есть инвесторы надо о них помнить любить и лелеять и выполнять свои обязательства по отношению к ним покажите мне основателя стартапа я более того как инвестор я сталкивался с такими ситуациями что вроде как инвестируешь направление ну займы там различные были и просто компания перестает платить хотя может платить ну просто потому что в теории можно не платить то есть это обман инвесторов и здесь когда основатель компании четко открыто от души но это не поделать можно пересматривать на самом деле сделать нарезку когда Анатолий Эдуардович говорит об инвесторах это неоценимо и это бесценно я бы сказал когда такое отношение к инвесторам высказывается в этом году из-за локдаунов возникали такие проблемы когда клиент не мог приехать по одному из контрактов они должны были перечислить 3 миллиона долларов но не смогли пока этого сделать от себя добавлю возможно уже это сделано но с этих средств с точки зрения развития компании глупо было бы выплачивать дивиденды обратный выкуп да можно сделать но дивиденды это самоубийство компании и сколько компаний таких было которые да начинали выплачивать дивиденды потом денег на развитие нет а инвесторы не желают больше платить дивиденды получили все хорошо и хотят еще больше дивидендов а денег на развитие нет почему потому что была выбрана неправильная стратегия компании. И далее Анатолий Эдуардович говорит по поводу тех проработок, по проектам, которые были ранее осуществлены. Соглашение с департаментом транспорта Дубая мы подписали еще в 2019 году. И рассматривают нас как сеть дорог в Дубае, последняя миля, которая может соединить районы города с метро. Тут я от себя скажу, у меня был совершенно свежий взгляд, на Дубае я специально заморочился, и решил пожить там фактически месяц, три недели, это уже после деловой поездки. И я понял, насколько нуждаются вообще Арабские Эмираты в Дубае в этом решении. Что с Дейры уже так до Дубаи не доедешь. И что Шаржа вообще в принципе, жителями Дубая так вот как бы в обиходе считается далеко ехать. Не поеду даже, ну, если ты меня пригласишь, там накроешь стол, далеко ехать слишком. И представьте, вот будет такое решение, как предлагают в Нинска и Стрим Технологии. Насколько изменится стиль жизни вообще дубайца, жителя Шаржи, жителя Абу-Даби. Насколько сплотится и действительно склеится разрозненная транспортная инфраструктура, даже внутренней страна. Потому что, да, в Дубае пробки. И да, даже с Дейры, я уж не говорю там элементарно, даже с района, где Бурш-Аля-Рапна находится, до бизнес-центра долго ехать. Пробки огромные. И современная транспортная инфраструктура с этим не справляется. Далее, дорогие друзья, я буду завершать. Жизненный цикл инфраструктурного проекта очень долгий. Даже три года требуется на то, чтобы объявить тендер. И здесь я четко вот это прописал. Весной должны объявить. Это вот про тендер, который тянется, тянется, все его не объявляют. По технологии, которые РТА будут одобрены и используются. Соответственно, я думаю, вы представляете, какие бюджеты тогда пойдут. Я не буду говорить и выделять в виде тезисов, что, да, опять же, это открытость и душевность Антолия Эдуардовича. То, что он говорит, что в теории дивиденды могут выплачены быть даже и в этом году. Это он сказал. Но я сделаю здесь поправку на ветер, если будут действительно заключены крупные проекты. То есть, если тендер пройдет, Unisky Stream Technologies выиграет этот тендер, РТА, то мгновенно могут прийти достаточно крупные инвестиции. Крупные инвестиции на предпроектные исследования, на бизнес-план, потому что проект сам по себе большой. И Антолий Эдуардович далее говорит, что, ну, опять же, по дивидендам я не буду утверждать и я никогда не скажу, что вот там ожидаем закрытие корневой технологии, финансирования возможностей. Я это скажу, ну, когда это за неделю будет понятно. Тогда, может быть, я это скажу. Такой уж у меня стиль работы. Поставьте от 1 до 10, кстати, как вам такой вот стиль преподнесения информации без приукрас, без розовых пони и воздушных замков. По некоторым проектам, которые тоже давно прорабатываются, произошли существенные принципиальные сдвигания. Мы оказались на качественно новом уровне. Это как раз-таки проработка тех направлений и 4 проекта родились не просто так, не мгновенно. Это большая проработка. Ну, а почему создается документ позиционирования, репутации Unisky Stream Technologies для того, чтобы этих проектов было еще больше. Про сертификацию на этом остановимся. Я хотел бы буквально еще вкратце сказать, уже за тайминг мы по вебинару немножко вылезли по тем процессам, которые проходят на платформе адаптации обучения. Подставьте плюс вообще, кто проходил уже обучение на высшей линии. Я не имею в виду мастер-класс, я имею в виду тот, кто среди тех 160 людей, зарегистрированных на платформе в качестве предоставления бесплатного доступа, проходил обучение, делал домашние задания. Я могу сказать, что точно домашние задания будут проверены. Мы видим сейчас загрузку Натальи, и у нас возникла такая вот как бы срочная организованная поездка, так как были определенные условия очень выгодные, которые мы не могли не использовать для ключевых тренеров и команды, которая сможет приехать от высшей лиги в Дубае и в Шаржу. Там будет проведено обучение именно по повышению компетенции тренеров, и Наталья должна первая проверить эти домашние задания, потому что никто не знает предмет лучше, чем нее. Потом Оксана Аксененко будет выстраивать, уже она выстраивает, проектирует систему наставников. Поставьте плюсы, кто был на вебинаре, это не мастер-класс, это встреча, и в этой кладице информации, на самом деле. Я сам лет шесть назад очень сильно хотел бы попасть на обучение к Оксане Аксененко. И напишите от одного до десяти, как вам контент, контент неправильное слово, как вам конкретика и практика, которую давала Оксана. Я уже слышал многочисленные отзывы положительные, и таким образом готовится система, ну позвольте мне сказать такие вот иностранные слова, по-другому не сказать, тьютеров, трекеров. Тьютер это тот, кто тьют, заботится, тот, кто будет подпинывать студентов для того, чтобы они дошли до завершения обучения по какому-либо из модуля. Трекеры кто отслеживает, вообще выполняется домашнее задание или нет, человек может быть там подвис, может быть у него непонимание, будет связь, будет обратная связь, будет система чата, будет индивидуальное сопровождение, гиповское, как же без него. Все это сейчас готовится. Но то, что продукт был запущен в декабре, я могу это сказать. То есть все 160 человек, которые изъявили рвение, желание для того, чтобы проходить серию мастер-классов и быть внутри высшей лиги, получить первыми доступ, получили. Я вообще честно признаюсь, я думал запустим в первом квартале, но запустили в декабре. Да, черновую версию, да, сейчас будет много переделаться, но с тем мощным отделом методологии, который у нас формируется, это очень просто сейчас. И мы вернемся в Google форме по компетенциям, которые вы будете желаете получить, обрести, которые вы считаете для ваших партнеров будут максимально ценные, потому что мы вот так просто будем внедрять новые модули, сейчас на это формируется полная система. И в ближайшее время будет объявлена непосредственно будет объявлена логика того, что касается именно системы наставничества. Оксана Аксененко организовывала систему волонтеров на Олимпиаде в Сочи. Представьте, такие специалисты у нас работают. И Оксана, поверьте мне, далеко не с каждым работает проектом. И здесь ей очень понравилась идея. Искренне надеемся, что она сможет посетить Шаржу, потому что инвесторский потенциал тоже у Оксаны присутствует. То есть здесь в команде высшей лиги именно те люди, которые создают высшую лигу, это платформа адаптации и обучения, не только далеко про деньги и про контракты, а идея их вдохновляет. Поэтому следите за новостями. Обязательно, Ольга, будет запись доступна для тех, кто не смог попасть 18.01. И будет открыта Google форма тех желающих, кто будет проходить обучение от Оксаны. Это очень крутое обучение, могу сказать, после этого. Вначале вы будете стажером, потом трекером отслеживать, потом тьютором заботиться, потом вы станете наставником и вы будете уже управлять определенным количеством трекеров, тьюторов и далее вы станете ментором. Ментор сможет организовывать и участвовать уже в мастер-майндах. Те, кто знакомы с бизнес-сообществом различным, понимают, о чем я говорю. И мы станем не хуже абсолютно таких вот достаточно крупных бизнес-сообществ. для тех, кто желает попасть в высшую лигу, я могу сказать, что именно среди новых участников, новых партнеров сейчас очень много желающих. Я как минимум с десяток сейчас есть запрос, что люди присоединились и желают попасть. Пока что мы принимаем по рекомендации от зарекомендовавшего себя лидера в Skyworld комьюнити людей бесплатно. Поэтому вы можете написать Денису либо в чат-бот, как вам удобно, пройти небольшую верификацию, вы уже тут будете как рекомендатель. То есть непосредственно в чат-бот можете писать, что вот этого человека рекомендуют. Это как раз такие молодые, страстные, голодные, веселые, еще не испорченные тем потоком времени, который прошел в положительном плане испорченный. Тут все мы можем выгорать, все мы можем вставать. Поверьте мне, на слово за это время у меня не раз уже происходило выгорание. Но это нужно просто перебороть. пишите ваши рекомендации. Думаю, сделаем еще возможность, чтобы максимально оперативно. Я рекомендую в чат-бот писать, и мы тогда уже будем это все внедрять. вот Дмитрий Надежда пишет, мы уже старики не потянем. Не потяните сами, предлагайте для тех, кто студенты сейчас, многие не смогут найти работу. Очень многие захотят обучаться, а когда они обучатся, они спросят, как продавать, как проводить переговоры, где я могу это сделать. Но сейчас уже многие компании не принимают на работу так просто. Пожалуйста, продавать продукт, который представляет SkyWorld Community. Это и воронка продаж, я могу честно признаться, и вообще вот та платформа, та экосистема, обучающая образовательный корпоративный университет внутренний, который должен был появиться еще давно. Если он был давно, были на то возможности приостановиться, приостановило нас под пандемией, подумать, создать стратегию, мы привлекли бы намного больше инвестиций и меньше недофинансирования было бы у компании. Но я думаю, что все, что не делается, то абсолютно к лучшему. Что касается международных тренеров, будем составлять второй поток, он уже будет более краткий, более емкий, ценный конечный продукт, ценный конечный продукт конкретный, понятен также, какой мы на выходе получаем. Естественно, это сертификация. И Леонид Рахманов, мой бизнес-ассистент, молодой, талантливый, активный парень, который и по статусам в Skyworld Community с нуля уже продвинулся неплохо, он провел уже серию, первый мастер-класс по теме пирамида или нет Skyworld Community и UniSkyStreet Technology 100 собрало огромный резонанс от англоговорящих. В ближайшее время мы запустим серию мастер-классов на испаноговорящих и, я думаю, через несколько месяцев полностью локализуем, адаптируем и запустим те модули, которые есть уже на русской части высшей лиги на испанский, английский и другие языки. Поставьте от 1 до 10 вообще, как вам этот инструмент по необходимости. И я считаю вообще на самом деле вот самое важное то, что сейчас Леонид начал делать на иностранном пространстве, потому что по какой-то причине сейчас в принципе к сожалению моему русскоговорящее пространство наше и наша любимая матушка Россия немножко более тяжеловато идет по развитию направления инвестиций в Юниска истрин-технологии. Причина мне для этого ясна, Россия начинала и, естественно, сейчас немножко демотивированным людям по сдвигам по срокам сложно давать информацию даже о платформе обучения и адаптации. Но поверьте мне, скоро придет новый потенциал я этим занимаюсь мы будем запускать отдел продаж и нужно довести начатое до завершения до капитализации кто если не мы. Мы создаем будущее и финансируем его. Тем более такой рынок который представлен на одной из самых моих любимых картинок. Благодарю за внимание с вами Алексей Суходоев до скорых встреч до следующего вебинара который пройдет второго числа я думаю да все будет по плану сегодня с вашего позволения не буду отвечать на вопросы вышли за пределы тайминга разобрали только половину интервью поставьте от 1 до 10 как вам эта информация будем запускать форму по оценке и моих вебинаров в том числе такую расширенную те кто присутствовал на мастер-классах знают о чем я говорю я искренне надеюсь что это вам было полезно но я отправляюсь дальше работать график полностью загруженный и очень очень плотничком все всем счастливо global star club возможности безграничны